ребята я приветствую вас на нашем канале читаю ваши комментарии в прошлом видео мы снимали с михаилом здесь в офисе по поводу того что квартиры у нас в городе сочи могут быть очень сильно востребованы по летнему сезону то есть задавали вам вопросы ну и есть комментаторы которые создают мне темы то есть кто-то вот написал что зачем вы людей так хотите перетащить город сочи чтобы они здесь жили и соответственно есть ряд каких-то минусов сочи типа того что вы зайдете какой-нибудь двор и увидите кучу мусора и так далее вы знаете вот сколько я показывал в жилых комплексов когда занимался активным занимался недвижимостью сколько мы ездили на машинах и так далее но нету этого мусора такого чтобы это бросало в глаза если люди свиньи которые кидают около своего дома будь то старый фонд или так далее какой-то муж частный дом то это свиньи которые я уже ответил в этом комментарии который есть по всему миру и вы знаете когда нам все время говорили о том что западная часть мира это люди воспитанные там мы живем в грязи дорог у нас нету там ли еще что-то до втирают вот эту дичь при этом многие сопротивляются и говорят не смотрите зомби ящик у них там все в порядке давайте не будем смотреть что по телевизору да мы же смотрим правдивую информацию на ю тубе поэтому давайте на ю тубе посмотрим другую альтернативную информацию которую подают те же самые блогеры которые проживают в разных точках мира а в частности давайте посмотрим какая ситуация в одном из городов крупных городов нашей знакомой нам державы который сейчас пытается нас задавить америка давайте посмотрим как они там живут сингтон авеню самый опасный район города из-за огнестрела и незаконного оборота наркотических средств на знаке написано не вываливать штраф 5000 долларов молодой человек думает дорого но и бросать на полпути нельзя справа полосатое здание станция метро олегене здесь власти предлагали построить специальные места для безопасных инъекций чтобы люди которые нуждаются в инъекциях могли это сделать под надзором медработников хотели так снизить смертность от передозов но местные жители и некоторые чиновники протестовали против такого центра видимо боялись что он привлечет наркоманов город филадельфия 6 по размеру сша население более полутора миллионов человек до нью-йорка полтора часа ехать на машине сейчас здесь лето 22 года и судя по всему камера спрятана в сумке чтобы излишне не вызывать интересы местных жителей справа раньше была кафешка можно было заказать кофе в этом месте где сейчас зашпаклёвано ровно дяденька с мусорным пакетом на голове довольно оригинально косплеит известного кексингтонского душителя который душил женщин именно вот на этой улице и сейчас отбывает пожизненный срок справа магазин женской одежды rainbow заходите если что там есть размеры plus size ну дескать не несколько побольше а вот этот красный ломбард называется часы и прочее у них есть свой аккаунт на ebay где они продают все что им туда сдали то есть ноутбуки кольца сумки антиквариат наручные часы серьги строительный инструмент смартфоны конечно же бы у высокий рейтинг на ebay и сверху них большая красная надпись что дескать мы санитарно обрабатываем каждый предмет перед отправкой слева магазин медина там еда за 1 доллар можно взять овсянку с маслом но правда кто-то отмечает что попадаются тараканы на полках но не всем видимо это дело везения справа в дверях стоит охранник это детский садик впереди желтый отдыхает с подругой вообще филадельфия это очень продвинутый город именно здесь появились первые в сша библиотека больница медицинская школа биржа зоопарк даже университет ну то есть город федерального значения не простой стрижки 10 долларов по текущему курсу у нас 600 рублей это справа был салон красоты где заправляет мистер вин сиреневый микроавтобус xfinity это местный интернет провайдер но как местный по всей америке в этом районе в кексингтоне 60 процентов населения латино в основном пуэрториканцы они сюда начали мигрировать где-то в семидесятых 19 процентов белых и 15 процентов чернокожих чуть-чуть азиатов 36 процента наркотусовка на этой улице как пишут самая крупная и процветающая на восточном побережье так и пишут что процветающий за них можно только порадоваться они в топах слева уважаемый магазинчик хот-доги 75 рублей большое мороженое 120 рублей внутри можно оплатить шкх есть банкомат но как мы видим более популярное место через дорогу на вывеске написано что всего за один процент они обналичат любой чек без предъявления документов ну мало ли вы где-то чек нашли также здесь у вас купят золото можно купить пейджеры что кстати очень удобно для пушеров а впереди мужчина роется в сумке женщины доставят оттуда женские туфли но как мы видим она перешла на шлепки туфли ей уже не нужны вот они неплохие мощный дяденька в кепке со шваброй у него магазин искусство моды арту фэшн изму нет но и женоненавистичеству тоже нет но есть решение что права мужчин и женщин прямо описаны в коране не ошибитесь говорят тут многие люди отдыхают как мы видим наверное вечером и ночью был какой-то праздник хотя судя по открытым источникам на кексингтона веню каждую ночь праздник специфический магазин боевой бытовой техники в разном состоянии в отзывах от ричард пишет что дескать купил здесь плиту она взорвалась и кота напугала так что кот не спускался с крыши два дня слева вот открывается барбершоп называется ля потенция то есть сила мощь говорят там хороший барбер начо 10 лет уже стрижет там его все любят пишут начо крутой а есть еще рафа он неплохой но очень медленно работает спереди слева поникшая голубая вывеска daycare это еще один детский садик от сары сайт его грузится настолько медленно будто местные украли провода или вроде того цены зависят от возраста ребенка но примерно за четыре часа две тысячи сто рублей если добавить еще 200 рублей то ребенка можно оставить и на весь день это считается здесь как 10 часов мужчина немного растерян но ему повезло он как раз рядом с магазином одежды также там было написано что продаются кальяны поясницу правильно держит молодец в целом улице конечно печальненько и не на окраине а прям внутри города филадельфии две станции метро здесь в 50-х и 60-х были заброшены многие предприятия в районе многие переехали в пригороды в дома одноэтажной америки но многие и остались уже без индустрии без промышленности в этом районе и вот прошло 60 лет бездомных здесь по подсчетам около 700 в районе кенгсингтон когда организуются большие скопления более менее организованы стихийно то полицейские разгоняют их примерно равномерно по местности частные предприятия разгоняют их самостоятельно но вот не у этого ресторана на углу он уже годами закрыт а вывеска осталась ухты тут конечно да наша экскурсия достигает кульминационной точки во всей филадельфии в восемнадцатом году было 1100 передозов у смертей а вообще где-то 100 150 лет назад здесь в генсингтоне были сотни реально сотни текстильных фабрик ковровых кожевинных заводов разных ну вот примерно к 50-м 60-м все закрылось и в это же время начали прибывать пуэрто-риканцы в больших количествах здесь именно в филадельфии самое большое сообщество пуэрто-риканцев не считая самого пуэрто-рико продолжительность жизни здесь генсингтоне на 17 лет короче чем в остальных частях филадельфии не но эта экскурсия жестковатая дорогие зрители я слышал что в филадельфии всегда солнечно в этой филадельфии как мы видим довольно пасмурно и мрачном вот впереди библиотека макферсона верхние же отзывы на гугле что дескать неплохое место в этом парке если вы хотите шернуться а также большими буквами указано что в этом парке полиция вам не поможет если что имейте ввиду что полиция сюда не заходит написал рой также этот парк вокруг библиотеки известен как не дал парк то есть парк иглы ну что ж дорогие зрители дальше пожалуй по керсингтону я не пойду жестковато обычная ситуация в америке возможно вообще мертв как вы видите всем на сконцентрированное самое большое количество бомжей в этом регионе как вы видите здесь очень много странных и неадекватных людей что делает это место достаточно опасным и не особо приятным для времяпровождения кстати это чувак заметил что я его снимаю и он стал за мной гнаться это было забавно но видимо ему это не понравилось люди живут в палатках здесь очень много грязи и мусора отдельного внимания заслуживают ароматы в таких местах только представьте этот запах свежая бомжатинка перемешку с мочой и блевотиной это ни с чем не перепутаешь и уж точно никогда не забудешь до переезда в сша я честно говоря нигде таких картин не видел численность бомжей в америке составляет около 600 тысяч человек на первый взгляд кажется что это немного при том что население сша примерно 332 миллиона людей но так или иначе вы будете с ними сталкиваться вы будете их видеть да в один день где-то реже в один день где-то чаще но это будет вам придется с этим смириться особенно если вы живете в крупном городе зачастую бывают моменты когда благополучный и страшный район разделяет всего один квартал и нередко вы видите разницу между бедными и богатыми слоями населения вот пример какой-то человек проезжает на блестящем porsche а рядом с ним на полу валяются бомжи на самом деле я вам скажу что с мусором проблемы во многих странах ну реально во многих я был в таиланде видел то же самое везде тоже может валяться мусор до его пытаются собирать до где-то на пляже там будет чисто но все равно валяется и убирают крайне редко и так далее это все как бы норма в том числе мы были там в египте например то же самое зайди за территорию отеля проедь куда-нибудь там на такси ты видишь что есть тоже какие-то разрухи есть тоже мусор которые горы там в том числе и строительную и так далее мы отдыхали в арабских эмиратах я года два назад да и я тоже вам показывал альтернативную точку зрения я вышел за отель рамада 4 звездочный и тут же буквально в 50 метров свалка просто пищевого мусора именно пищевого не строительного мусора и это тоже показывал на своем канале поэтому говорить о том что у нас в сочи прям помойка помойкой это не правда на самом деле и хочу обратить ваше внимание на подобные комментарии которые вы мне пишите не создают тему вам огромное спасибо потому что буквально с одного видео мы собираем информацию по другим каким-то детальным хорошим интересным позитивным видео до который можно также с вами обсуждать поэтому поддержите лайком наше сегодняшнее видео пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу правда ли вы считаете что мы наша россия утопаем в мусоре да что мы свиньи и так далее это очень полезное видео я думаю для многих все пока